Европейский парламент продолжает проводить антироссийскую политику, и это не способствует обеспечению международной безопасности и установлению всеобщего мира. Нам необходимо возобновить диалог. Отрицание сложившейся ситуации равно отрицанию реальности, в которой мы живем. Если в Евросоюзе этого не поймут, то блок может со временем потерять свою значимость и оказаться в изоляции. Существование НАТО более ничем не оправдано, поскольку Европе ничто не угрожает. Это расшатывает позиции Североатлантического альянса и тех, кто за ним стоит, поэтому им приходится придумывать новых врагов. Причем проще и удобнее всего таким врагом сделать Путина и Россию. НАТО – пережиток холодной войны. Философия блока уже не отвечает запросам нашего времени. Сейчас угрозы совсем другие. Например, исламистский терроризм. Война, для которой и создавалась партия независимости Соединенного Королевства, была выиграна 23 июня 2016 года, когда Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза. Надеюсь, наша партия и дальше будет проводить бунтарскую диссидентскую политику, чтобы освободить страну, а в идеале и весь мир, от власти политических элит. Представители эстеблишмента совершенно не понимают, почему население недовольно. Поверьте, люди просто сыты по горло существующей системой. Мы вернем себе власть. Теперь крупные многосторонние соглашения обречены. Открыты двери для более мелких двусторонних соглашений. Например, для договора о свободной торговле между Великобританией и США, о котором говорил глава британского МИД Борис Джонсон. Думаю, нам следует активно к этому стремиться. Это не демократия. С населением эти вопросы не обсуждаются. Почему? Потому что это просто бизнес. Во главу угла ставятся деньги и деловые интересы. Я надеюсь, что мы отложим это соглашение в долгий ящик, а потом и вовсе забудем о нем навсегда. Это необходимо для того, чтобы защитить наших сограждан. Я собираюсь заявить о намерении США выйти из соглашения о транс-тихоокеанском партнерстве. Потенциальные катастрофы для нашей страны.